Всем привет! С вами Светлана Никичук и вы на моём YouTube-канале. Сегодня я хочу вам рассказать, как успевать читать от 3 до 5 книг за месяц. Хотите узнать? Поехали! Итак, вы знаете, что я очень много работаю, но также я постоянно много учусь. И в моё обучение входят и посещение каких-то мастер-классов и семинаров, это онлайн какие-то курсы, это оффлайн обучение. Я могу уехать на месяц в Москву, в колледж учиться, но также я постоянно читаю. И как находить время на чтение, как успевать читать при огромной занятости, вот сегодня я хочу, собственно, этим и поделиться. Моё чтение делится на два формата. Это классическое чтение глазами, когда книжку буквально держишь в руках. И второе — это аудиочтение. Какие книги я читаю в печатном варианте? Те книги, которые называют «настольная книга». Что это значит? Это книга, к которой я буду обращаться не один раз, к которой я буду часто перелистывать и искать какие-то пометки. Это какие-то справочники, это такая литература, где мы делаем какие-то пометочки текстовым маркером, закладочки, и мы часто обращаемся к этой книге. Вот такая книга должна быть буквально, вот знаете, вот в печатном варианте из издательства, и она должна быть под рукой. Когда я это читаю перед сном, это очень удобно, и плюс это очень полезно, чтение перед сном. На самом деле, когда мы перед сном начинаем серфить в интернете или просматривать какие-то передачи или фильмы по телевизору, или даже на ноутбуке, мы очень сильно будоражим мозг, отчего потом очень сложно заснуть. И многие люди жалуются на то, что я не могу уснуть. А причина именно в том, что мы сильно перевозбуждаемся, просматривая быстро меняющиеся картинки. Так вот, одна из рекомендаций для того, чтобы хорошо, быстро и качественно засыпать, это чтение на ночь. То есть буквально уже за час перед сном уже не должно быть никакого интернета, ни телефона перед глазами. Вы ложитесь, берёте с собой книжечку и начинаете читать. Получается, что вы каждый день по полчаса можете выделить на чтение. Приятно и полезно. Приятно быстро заснули и полезно каждый день по полчаса, это буквально, не знаю, по 5-10 страниц вы успеете освоить. Это первый формат чтения. И я скажу, что это действительно очень эффективно и очень классно работает. Второй формат чтения – это аудио. Для этого я установила приложение в свой телефон. Их есть очень много разных. Они есть и в Play Market, и в App Store. Я уверена, что вы найдёте. Когда это слушать? Когда? Когда слушать книгу? На самом деле её слушать можно хоть целый день. В тот момент, пока у вас голова свободна. Если вы делаете какие-то механические действия, что это значит? Вы делаете уборку дома, вы готовите кушать, девочки, может быть, красятся. Вы в душе, вы едете за рулём, вы едете просто на работу в маршрутке или в метро, вы идёте куда-то, там, не знаю, за ребёнком в садик, то есть если у вас есть время, когда вы ни с кем не разговариваете, то есть у вас голова, в принципе, свободна, но вы можете слушать информацию, это самое-самое крутое время. Я вам скажу, что книги, даже самая большая книга, я читала, это было «Разбудив себе» из Полина Энтони Роббинса, она была на 20 часов. Я её за месяц прочитала. Если бы я её читала в печатном варианте, я бы читала её реально год, потому что это очень толстая, очень большая книга. В основном книги от 2 часов до 10, поэтому получается, что вы за одну неделю успеваете прослушать одну книгу. Какие важные параметры в выборе книги? Ну, первое, понятно, что вам эта книга должна быть интересной, вы должны понимать, что вы хотите получить, прочитав её. Второй важный параметр, когда вы выбираете книгу, перед тем, как её купить, есть платная, есть бесплатная, уже выбирать вам, я очень много покупаю книг, я сначала прослушиваю фрагмент. Там есть такая кнопочка «Прослушать фрагмент». Для чего? Не для того, чтобы о чём там, потому что о чём вы можете прочитать в описании этой книги, то есть там будет изложена краткая суть, и вы поймёте, надо вам это или нет. Но в фрагменте можно прослушать голос чтеца. Вот это очень важный момент. Когда вы слушаете, что этот голос передаёт вам все эмоции из книги, передаёт вам хорошо эмоциональную информацию, это живой голос, и вы понимаете, что вы готовы его слушать, однозначно берите. Бывает и такое, что голос просто загробный, еле читает, и настолько это всё нудно и грустно, что буквально на первой строке ты уже засыпаешь и теряешь мысль. Однозначно такие книги брать не стоит. Первое – это чтец. Второе – очень удобно ставить книгу на быстрое прослушивание. То есть есть такая функция – ускорить. Ускорить можно в два раза, но тогда вы вряд ли что-то поймёте, даже если поймёте, вы не запомните. То есть не стоит так быстро прослушивать. Я всегда ускоряю на 1,25, либо на 1,5. Тогда нет никаких пауз, которые мы обычно используем в разговорной жизни, просто общаясь. Нет каких-то подтягиваний слов. То есть идёт чёткая, быстрая речь, которую мы успеваем прослушать и переработать. То есть те же самые 9 часов в вашей книге, они уже сокращаются до 7,5. Вы уже полтора часа экономите. Таким образом, что получается, что за месяц вы успеваете прочитывать 4 аудиокниги и плюс 1 печатный вариант. Это очень удобно. Просто безумно удобно. Вы не отрываетесь от работы, вы не выделяете на это какое-то определённое время, и вы постоянно развиваетесь. Я скажу, что этим давно уже пользуюсь. И самое, наверное, у меня любимое чтение, чтение, это когда мы с мужем куда-то едем далеко, и когда у нас есть 6 часов дорога, ну как минимум 6 часов, мы за одну поездку успеваем прочитывать таким образом 2 книги. То есть одну туда, другую назад. И съездили, и дела поделали, и 2 книжечки в копилочку. В общем, очень рекомендую. Классный инструмент. Не останавливайтесь на своём развитии. Помните, что чтение нужно в любом возрасте, при любой профессии, при любой специальности. И чтобы действительно успевать всё, и даже успевать читать, есть очень классные лайфхаки. Читай 5 снов и читай аудиокниги. Верю, что это было для вас полезным. И напишите в комментариях, сколько книг успеваете вы читать за месяц, и какие ваши фишки, может быть, вы имеете какие-то фишки по поводу чтения. Буду очень рада прочитать это в комментариях. Ну, а вам желаю хорошего дня, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok